Я читаю из Евангелия от Марка, 2 глава, 16 и 17 стих. Учителя закона из фарисеев увидели, что он ест вместе с грешниками и сборщиками налогов, и спросили учеников Иисуса, почему он ест со сборщиками налогов и грешниками? Услышав это, Иисус сказал им, не здоровым нужен врач, а больным. Я пришел призвать не праведников, а грешников. Перед нашей молитвой я хотел бы, чтобы мы посмотрели на фарисеев и посмотрели на Христа. Фарисеи были уверены в своей праведности. Когда фарисеи увидели Христа, который идет к грешникам, и который общается с ними, они отделили себя от грешников. Они удивились, они возмутились тому, что Иисус делает его поступку, потому что фарисеи были уверены, что они праведны. Они считали, что они отличаются в своем положении перед Богом от этих грешников. И поэтому для них недостойно было вообще находиться в присутствии этих людей, потому что они знают закон, они живут по закону, и поэтому они праведны. Фарисеи не считали себя грешниками. Для них невозможно было представить себя грешниками. Если мы помним молитву фарисеев в храме, когда Иисус говорит притчу о мытаре и фарисее, когда фарисей говорит, я молюсь трижды, я даю десятину, делаю то и другое, и я не такой, как тот грешник, я лучше. Почему? Потому что для фарисеев то, что они соблюдали, и в контрасте с другими людьми, они действительно были святы. Но проблема фарисеев была в том, что фарисеи сравнивали себя с другими людьми, они не сравнивали себя с Богом. Но когда человек сравнивает себя с Богом, ты видишь святость Бога, то в святости Бога твоей праведности не остается ничего, и ты видишь себя таким же грешником. И подобно фарисеям, многие христиане сегодня, они не испытывают восторга прощения через Евангелие по той причине, что они не сильно сокрушались из-за своих грехов. Они смотрят на свою жизнь и думают, ну я в принципе довольно порядочный, я не делаю первое, второе, десятое, меня не нагрешил столько, я довольно правильный, хороший моральный человек. Они не испытывали отчаяния, они не боролись с чувством глубокой ненависти к себе, когда тебе уже тошнит от твоих грехов, когда ты ненавидишь себя, когда ты понимаешь мерзость твоего греха, и когда ты видишь святого Бога, и видишь себя, они этого не испытывали. Их печаль была не из-за отвращения к греху, а только из-за чувства вины, и боясь не попасть в ад, когда они думают, ну я помолюсь, я покаюсь, потому что я не хочу в ад, а не потому, что есть святой Бог, а я грешный человек, и я не могу находиться в присутствии этого Бога. Подобно фарисеям, они уверены в своей праведности, поэтому они не радуются благодати, поэтому они не стремятся ко Христу. Фарисеи не нуждались в Иисусе? Посмотрите, они не нуждались в Иисусе. Они считали себя праведниками, они не считали себя грешниками, они осуждали Иисуса за то, что он пошел грешником, и они не нуждались в нем. Почему? Да потому что зачем мне Иисус, если я и так праведный, если Бог и так мной доволен. Когда-то Спержин сказал, что никакая греховность не мешает людям прийти к Иисусу, так как может помешать нам наша собственная праведность. Когда я смотрю на себя, думаю, ну я в принципе достаточно хороший, я делаю, я вот это соблюдаю, поэтому я не особо нуждаюсь в Божьей благодати. Они не нуждались в Божьей благодати, потому что они не увидели своего греха. Нам необходимо увидеть свой грех в свете Божьей святости, того, кто Бог, нам необходимо увидеть самих себя, чтобы сокрушаться в наших грехах, чтобы плакать о них. Нам необходимо испытать вот это чувство глубокой ненависти к самому себе, потому что мы понимаем, осознаем, кто мы перед Богом. Если мы почитаем первое послание, вернее, когда почитаем послание к римлянам, первую главу и вторую главу, мы видим, как там описание тех, кто мы были, когда Бог нас спас. Мы против Бога, мы поступаем по своим похотям, мы во власти сатаны, мы поклоняемся себе вместо Богу, наш ум развращен. Для того, чтобы наслаждаться благодатью Иисуса Христа и Его спасением, мы вначале должны полностью разочароваться в себе, чтобы наши глаза боялись посмотреть на себя в зеркало, чтобы мы смотрим на себя, а мы не говорим, о, ты довольно хороший. Нет, ты отвратительный, но Христос прекрасный, и Он спасает тебя. Фарисеи этого не делали, они праведные, они не грешники, они не нуждаются в Иисусе, они осуждают Его. Почему Иисус ест со сборщиками налогов и грешниками? Конечно, им не нужен Христос, но посмотрите на Иисуса. Иисус совершенно другой, абсолютно другой. Иисус идет грешнику. Иисус делает то, что для фарисеев казалось вообще ненормальным. То есть, Он не только идет в присутствии грешников, Он идет в общение с ними, Он ест с грешниками. Для них это было духовное самоубийство. Ты вообще осквернил себя до самого последнего уровня. Как ты можешь быть учителем Божьим, если ты идешь грешником? А Иисус идет грешником. Иисус идет грешником, Он не боится. Почему Он идет грешником? Потому что Иисус пришел в мир ради них. Иисус пришел призвать грешников. Все тех, кто осознает свою греховность, тех, кто понимает свою безнадежность, тех, кто испытывает боль, тех, кто голоден и жажден, тех, кто устал и слаб, тех, кто разочаровался в себе, кто сокрушен, чья жизнь разрушена. И Иисус пришел вот для таковых, которые никогда не назовут себя праведными, никогда не скажут, я достоин Бога, я хороший человек. Нет, такие люди никогда не придут ко Христу. Они не будут в нем нуждаться. Иисус пришел для грешников, которые знают, что они недостойны, но все же они жаждут получить прощение. Иисус говорит, нездоровым нужен врач, а больным. Я пришел призвать не праведников, а грешников. И более того, Иисус не только идет грешнику, Иисус не только идет к тем, которые весь мир отвергает, не хочет с ними общаться, Иисус не только идет к нам, Иисус принимает грешника, Иисус принимает нас, Он не отвергает нас. Во всей Его святости и чистоте Иисус идет к нам, недостойным, которые идут против Него, и принимает нас. В Евангелии Теана 6,37 мы читаем, Иисус говорит, «Все, кого Отец дал мне, непременно придут ко мне, и кто придет ко мне, того я никогда не прогоню». Иисус принимает грешника. Это должно быть утешением для каждого из нас, кто борется со грехом, кто сокрушен, кто ослаб, кто думает, что я уже не могу прийти к Богу, он уже устал от меня, уже нет благодати для меня, нет, Иисус пришел для грешника. И Иисус сказал, что всякий, кто приходит к Нему, Он никогда не прогонит. Самоправедные никогда не придут ко Христу, Он им не нужен. А сокрушающиеся в своих грехах никогда не будут им отвергнуты. Это благодать для нас, которой мы радуемся, что в какой бы бездне мы не были, мы всегда имеем вход к Богу через Иисуса Христа. Он всегда открыт для нас, Он пришел для нас, Он принимает нас, Он умер ради нас, Он спасает нас. Иисус в Евангелии от Иоанна 10 глава 11 стих говорит, «Я есть пастырь добрый, пастырь добрый отдает жизнь свою за овец». Иисус спасает. Для Иисуса нет невозможного, для Иисуса нет греха, которого Его благодать, Его кровь не могла бы покрыть. Если мы не приходим к Иисусу Христу, мы не приходим только по двум причинам. Первое, либо мы считаем, что наша праведность достаточная, чтобы угодить Богу, что мы не нуждаемся во Христе, Его благодати, и это гордость и самообман. Либо мы считаем, что благодати и крови Христа недостаточно, чтобы покрыть наш грех. И это сомнение в жертве Христа и оскорбление Его смерти и воскресения. Иисус спасает. Он имеет силу. Он для этого пришел. Он спасал раньше, он спасает сейчас. Подумайте об этом. Адам съел запретный плод. Ной напился. Авраам солгал. Сара засмеялась над Богом. Иаков обманул. Моисей убил. Раф была блудницей. Давид был убийцей и прелюбодеем. Иона бежал от Бога. Фома сомневался. Петр отрекся. Трижды. Павел преследовал. Мы согрешаем, мы согрешили бесчисленное количество рас и способов. Иисус спасает. Иисус спасает. Он всегда открыт для тех, кто идет к Нему. Только наша самоправедность может помешать нам прийти ко Христу. Для этого нам необходимо всегда смотреть на Бога. Никогда не сравнивать себя с другими. Почему нам необходимо Писание? Потому что в Писании мы видим Бога. И видя святость Бога, мы видим свою греховность. И мы возрастаем с одной стороны в познании Бога, Его святости с другой стороны. Мы возрастаем в познании своей греховности. Мы видим, какие мы. И вот в этом месте мы видим величие Христа, Его жертвы, того, что Иисус сделал, Его благодати. И вот здесь, когда мы видим, кто есть Бог, и все больше возрастаем в этом познании и в постоянном, ежедневном познании своей греховности, мы видим, насколько велика благодать Христова, Его достаточность, Его любовь, Его милость, Его принятие. Только когда мы глубоко сознаем свою греховность, мы сможем прийти в восторг от благодати. Люди, которые не ценят благодать, не стремятся ко Христу, не нуждаются, они не познали свою греховность. Но когда мы сознаем свою греховность, мы приходим в восторг от благодати. И только благодать Божья может дать нам смелость смиренно сознавать отвратительность нашего греха. Когда я вижу Христа, Его благодать, Его любовь, кто Он есть, Его принятие меня, то, что Иисус пришел для грешников, ради грешников, таких, как я и ты, Иисус спасает, Иисус не отвергает меня. Это отношение Христа, эта благодать Его помогает мне не бояться признавать свою греховность, свои слабости, потому что Иисус мое спасение, потому что Иисус знает все обо мне. Я не боюсь признавать свою греховность, потому что Иисус мое спасение. Наши самые плохие дни никогда не превзойдут границ Божьей благодати, а наши самые хорошие дни никогда не отменят нашей нужды в Божьей благодати. Фарисеи не шли ко Христу, Он им был не нужен, вернее, Он им очень нужен был, но они уверены были о себе, что они праведны. Грешники знают, что они грешники, и они идут к тому, кто пришел для грешников, потому что Иисус Христос пришел не праведников призвать, а грешников. Когда мы сталкиваемся с грехом нашей жизни, думайте не о своей праведности, не бойтесь признать свою вину и свою греховность. Придите ко Христу с открытым, разбитым, слабым, сокрушенным сердцем, потому что Он пришел ради грешников, таких как мы, для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы изменить, Его благодати всегда достаточно. Я хотел бы закончить одну фразу, которую я услышал пару дней назад, и она мне очень понравилась. Сын Божий взывал Ава-Очи в невыразимых мучениях, чтобы мы с вами могли взывать Ава-Очи в невыразимой радости. Иисус пришел, чтобы спасти грешников. грешников. И Он всегда открыт для нас. Аминь. Помолимся.